Что это? Это праздник для генерации. Это для каши. Это для... Как называется? Каши. Эль-Джей параллельно заглядывает в интернет. Сейчас я смотрю. Вот у меня в интернете написано, я нашла информацию о том, что у вас есть 1 мая день труда, как и в России. Вы отмечаете? Ага, для человека, который работает. Работает. Да, да, да. Точно такой же праздник, как у нас есть. Да, да. И что в этот день вы делаете? Вот, в этот день, например, папа не работает. Папа не работает. Да, конечно. Хорошо. И это очень хорошо. Он иди, например, он дает деньги маме. Дает деньги маме? Да, она купила, например, мясо. Она готовила. Готовила себе. Да, да. Блюда, которые она необычно... Не готовит. То есть какие-то специальные блюда? Как? Какие-то вкусные блюда? Лосос грен. Ну, вы все тоже помните. Супа грен. Я не знаю, как... Это аппарат на французском. Я не знаю, как сказать на русском. Я думаю, что кто-то из наших слушателей мог это понять. Хорошо. Что тебе понравилось в Казани, когда ты сюда приехал? Например, Сююмбике. Сююмбике понравилось. То есть наши красивые достопримечательности. Да, да. А что-то вкусное, что-то из еды понравилось? Плов. 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 Я каждый разрушил. Плов? Да, да. И сейчас до сих пор? Да, и треугольник. Треугольник. Да. А ты знаешь, как он по-татарски называется? Как? Треугольник. Да, это на татарском, да. Эчпачмак на татарском. Пачмак? Эчпачмак. Эчпачмак. Ну да, примерно сейчас получил. Эчпачмак. О, смотри-ка, это мы все знаем. В нашей студии Эли Джей и Скотт Девуар. У нас рубрика «Приключения иностранцев в Казани». Эли Джей, а что было трудно, когда ты сюда приехал? Говорить на русском. Это самое трудное. Самое трудное. А тебя все понимают? Не все. Не все. Ну, когда я с вами разговариваю, я все понимаю, но в университете это не похоже, потому что каждый урок есть, каждый день новые слова, которые я никогда не слушал. Это, ну, это сложно. А у тебя уже есть русские друзья в Казани появились? Да, да. Я хотел сегодня приходить с ними, один или два, но они... Не смогли, не получилось. Да, они не свободны. Ну, мы благодарим наших слушателей, они помогали тут идти, все сопровождали, отвечали на вопросы, как добраться до вертолета, и все получилось. Хорошо. Скажи, пожалуйста, а как у вас, какие у вас традиции семейные? У вас много детей в Котт Девуар? Детей. Детей много? Это зависит от каждой человека. Ну, вот сколько в вашей семье детей? Моя? Да. Четыре. Четыре? Да. А больше всего сколько бывает? Больше? Бывают самые большие семьи, сколько детей? Я думаю, одиннадцатых. Одиннадцатых детей? Есть одиннадцатых. Или больше, и может. Мы у всех иностранцев спрашиваем, а как у вас положено выбирать себе жену? Жену. Выбирают родители? А, нет, нет. Это раньше. Сейчас нет. Сейчас нет. А ты можешь привезти себе жену из Казани в Котт Девуар? Из как? Девушки из Казани. Может такое, можешь себе такое позволить или нет? Представляешь, что ты влюбишься здесь в какую-то девушку в Казани. Да. Русские девушки все красивые. А, ну это понятно. А в твоей семье нормально это воспримут? Да, конечно. Привози русскую девчонку. Да. Хорошо. Я могу выбирать девушки, которые я хочу. Хочу. Прекрасно. Ну ладно. Скажи, пожалуйста, на что привезти из Котт Девуар? Какой подарок, если я поеду в Котт Девуар, привезти в Казань? Что оттуда? Может быть баран. Баран? Да, да. Баран из Котт Девуара сюда? Да. Нет. Если ты приходишь, вы приходите там, они будут вам дать. Может быть баран. Бараном дадут. Бараном дадут, да. Или одежду. Какая-то национальная одежда. Можно оттуда привезти. А что бы ты из Казани, из Казани увез домой в Котт Девуар? Что бы с тобой взял? Так, это чуть-чуть следит, потому что я пока не знаю. Может это девушка? Девушка? Хороший ответ. Да. Да. Поэтому завершим нашу рубрику. Спасибо большое. Эли Джей Джая в нашей студии сегодня приехал из Котт Девуара. Мы продолжаем рубрику приключений иностранцев в Казани. И на следующей неделе к нам тоже придут интересные гости. А небольшая видеотрансляция в Инстаграме и в радио еще продолжается. Можете посмотреть на нашего героя. Так, все, завершаем нашу трансляцию практически. Ну и компоненты, я имею в виду мою конец. Так, давайте я вам еще раз покажу наших гостей и ребят. Я сегодня одна, в студии нет Сережи, поэтому я ей с ним мало и вела. Злой, это я. Злой, да? Злой? Злой. А, по-русски? А ты что? А ты добрый? Я вот. Добрый. Я им, он им. А, как через? Им и я. А, им и я. Ты добрый, а вы жлой. А как вы вместе называетесь? Трев. Трев? Трев. Трев? Трев это что? Как? Добрый и злой. Да, это как удачи. Как удачи. Да. Прикольные ребята. Ну ладно, завершаем трансляцию, сейчас еще видео снимем. ффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффф Субтитры сделал DimaTorzok